Этот топ я увидела на девушке из тиктока, и он сразу запал мне в душу. Он так здорово смотрелся, что я точно решила, что сошью такой же. Всем привет! Меня зовут Лейсан, и вы на моем блоге Дневник Белошвейки. Сегодня вас ждет пошаговый мастер-класс выкройка кроп-топа из трикотажа. Ткань для пошива мне не понадобилась, я воспользовалась остатками трикотажа после пошива пижамы. Я лишь прогулялась в магазин тканей, чтобы приобрести цепь. Ее продают метражом. Моя золотая цепочка обошлась мне около 100 рублей. Это были все затраты на пошив. Чтобы построить выкройку, надо снять мерку обхват груди. Ширина полочки – это обхват груди, деленный пополам, минус 0,5 см, а высота 24 см. Таких деталей понадобится 2 штуки. Спинка – одна деталь. Ширина равна ширине полочки минус 6 см, а высота – 22 см. Также понадобится одна полоска. Из трикотажной кулирки выкраиваю полоску 3х30 см, соединяю ее на верлоке. Если нет верлока, шейте на швейной машинке. Затем кончик оверлочной строчки зацепляю за булавку и булавку провожу через тоннельчик. Таким образом полоска выворачивается на лицевую сторону. На выкройке спинки отмотываю верхний и нижний срез на верлоке. Разрезаю трикотажную полоску на 4 части. Это крючки для будущих бретелей. От верхнего края спинки отмеряю по 11 см в обе стороны. Нижний срез подгибаю на 1 см и пришиваю подгибку на машинке. А по верхнему краю на меловых отметках вставляю крючки для бретелей. Беру отрезок бельевой резинки на 6 см короче верхнего среза спинки и провожу резинку через тоннельчик. Кстати, после примерки я вставила резинку также в нижний срез. Не забудьте это сделать. Закрепляю концы резинок по краям булавками. Переворачиваю крючок на лицевую сторону и закрепляю ручными стежками. Также на выкройке переда от центра отмеряю 11 см и закрепляю крючки. Сейчас можете заметить, что в пошиве участвует также трикотаж другого цвета. Ничего страшного, он останется внутри и его не будет видно. Я уже соединила две детали переда по верхнему и нижнему срезу. Поворачиваю на лицевую сторону и у меня получилась вот такая труба. Чтобы во время носки подклад не переворачивался на лицевую сторону и его не было видно, я делаю строчку по краю, тем самым нашивая припуск на деталь подклада. Вот эта строчка, она проходит на 1 мм от края. Я не люблю носить белье в жару, особенно летом, поэтому буду использовать вот такие чашечки. Их можно заказать на Алиэкспресс или, я думаю, они есть также на Маркплейсах, то есть на Веберис и на Озон. Можете поискать. Они идут в наборе. У меня было 6 штук. Беру чашечки и буду крепить их на вот такие вот маленькие кусочки лент. Можете поискать. Сейчас можно соединить выкройки переда и спинки между собой по боковым срезам, что я и делаю. Беру мою цепь. Вот так она выглядит. Звенья крупные. Я знаю также, что есть разные цепочки. Можно выбрать с мелкими звеньями. Мне понравилась именно вот такая. Делю ее на две части и буду прикреплять. Крепится она очень легко. Разъединяется пальчиками. И нужно зацепить вот за эти трикотажные крючки, которые я делала по переду и спинке. Вот так шьется этот топ с золотой цепью. Если вам понравился мастер-класс, обязательно поставьте пальчик вверх и оставляйте свои комментарии. Очень люблю читать вашу обратную связь, общаться с вами. И до новых встреч!